Машины стараются сделать так, чтобы она была привязана к сервису и не отвязывалась от нее. В день машина выкашивает, ну, в среднем где-то на 150-180 тысяч рублей. Мы попали, мы не успели сдать, не выполнили работу, не справились со своими обязательствами. Пришла весна, те фарвардеры все поставали, это продолжало работать. Так и продолжает. Ему все равно. Конечно, не без всяких там нюансов, типа засадили там, засадили там. Хорошая машина, интересная, но узкоспециализированная, чисто вот для такой нефтянки. Они стоят, ну, там, миллион евро, например, под парочек. Так, ребята, всем привет! Вы на канале Мульчер Эксперт. С вами Антон Хатунцев и Алексей Гринкевич. Сегодня мы в онлайне. Оффлайн у нас никак не получается, но я думаю, что в новом 2022 году мы поедем в гости и будем делать полный обзор новых, значит, установок мульчерных, фарвардерных, как она правильно называется? Как правильно? Фарвардер, да? Леш, расскажи, пожалуйста, вот за эти полтора года, что у тебя нового? С какими сложностями ты сталкивался? Какие у тебя есть новые разработки? Чем можешь порадовать российский и вообще мировой рынок? Всем привет! Меня зовут Алексей Гринкевич, руководитель компании Тром-8 из Сургута. Строим снегоболотоходы самых разнообразных видов, цветов, расцветок, наименований, назначений. В основном это самая основная серийная модель – это Тром-8. Это такая экстремальная восьмиколесная техника, которая, в общем-то, работает по странствам Хантамансийский, Малоненецкий округ и Тюменская область. Машина болотоходная, такая распространенная, то есть мы их сделали больше 250 штук. Их много здесь, по нашей местности. Но попутно занимаемся вот на эту же машину Тром-8, ставим буровые установки, тоже нашего изготовления. Уже восемь лет занимаемся мульчерами. Построили из десяток мульчеров, именно болотоходных. То есть доводим их до такой степени, дорабатываем, чтобы можно было запускать нормальную, приличную серию. И, в общем, на то похоже, что последние две машины, которые мы сейчас строим, на этом мы и закончим разработку, и будем строить уже их в нормальных количествах. И последняя разработка – это у нас 12-колесные и 8-колесные фарвардеры. Лесная техника, которая будет работать, так сказать, в помощь нашим товарищам, кто заготавливает лес. У нас машины тоже болотоходные, малотывающие и плавающие. То есть таких машин как бы в мире не существует. Сколько человек сейчас на предприятии? У нас около 50 человек. Производство небольшое, там где-то 800 метров квадратных в общей сложности, причем разбросанное по городу. Если что, касаемо по мульчерам. Значит, мы успели сделать 4, по-моему, мульчера. Или 3. Ну, где-то так. Короче, не сильно много, но сам факт. И попробовали сделать электронную систему управления. То есть джойстики поставили электронные. Поставили, значит, новый двигатель ЕМЗ-534. Он 200 лошадиных сил. Это от газона Некста. Такой немножко форсированный движок. Вот. Гидравлику поставили не по 90 кубиков, 2 гидростата, а по 125 кубиков. Ну, поскольку и мотор мощнее, так сказать. Подняли обороты фрезы самой. Значит, с 1250 оборотов до 1550. Это мы сейчас о какой модели разговариваем? Это мы говорим Trom 8 OS мульчер. Ясно. Вот мы говорим про мульчер. Да, ну, раз уж у нас мульчер-эксперт, значит. То есть здорово модернизировали машину. Покрепче сделали там, там, там. Какие-то мелкие косяки. Но при всем при том, значит, вот попробовали электронную систему управления. А не понравилось. Она какая-то рисковатая немножко получилась. То есть, ну, работать можно, но привычка нужна очень. Вот. А после того, как мы эту систему управления попробовали, решили потом сделать, как бы, фарвардеры. Это просто, я просто рассказываю, как хронология идет. За год сделали два фарвардера. Один 12-колесный, другой 8-колесный. Так вот, 8-колесный фарвардер последний, мы его сделали на гидроуправлении. То есть джойстики гидравлические поставили. Вот. Надо сказать, что раньше мы гидравлические джойстики не ставили. Ну, потому что как-то до них не доходило. Мы больше предпочитали тросовые джойстики. Ну, и как-то это все так попроще было. Вот. А потом, так сказать, расчухали вот эту тему. Тема-то получилась больно уж хорошая. Вот. И, короче, вот последние два мульчера сейчас в программе. Вот один уже процентов на 80 готов, а другой, значит, процентов на 50. Мы их собираем. Я приглашу, так сказать, в январе машина-машинах, можно будет покататься, так сказать, поснимать. Вот. На фарвардер это гидравлическое управление очень-очень-очень хорошее получилось. И мы, короче, сделали вот эти два мульчера, оба делаем на гидравлическом управлении. То есть джойстики гидравлические. Это и ход, и поворот. А поскольку гидравлические джойстики, они пропорциональны, то есть сколько двинул вперед, столько оно и едет. То есть управление очень мягкое получилось, вот глядя на фарвардер. То есть аккуратненько так можно и подъехать, и отъехать, и скорость хорошо порегулировать. В общем, удобно. Ну, продолжаем, так сказать, начиная, вот четыре машины назад, грубо говоря, начали ставить экран, такой современный экран, который заменяет все приборы. Он не вмешивается в управление, но на нем можно сделать ограничение. Ну, например, по температуре ограничение. Если температура высокая, он двигатель на холостые убирает, потому что двигатель все равно с мозгами. И как бы не дает перегреть. Например, там падение уровня масла в гидробаке, он тоже ставит на холостые, а потом вырубает, ну и так далее. То есть у него через этот вот небольшой контроллер, который поставит, это все немецкое, экран немецкий, контроллер, тему немецкий. Вот через них идет вот такое, ну, как бы посмотреть на машину полностью на этом экране. Там все фильтра показаны, какие там засоренности, фильтров там, это, 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 температура все, давление все. В общем, там очень много всякой разной информации. И, значит, вот такие вот ограничителные меры можно вводить. Причем можно какие-то настройки делать прямо на экране, там джойстики на нем и все. Ну, так, по фирме. Ну, так вот, знаешь, как садишь в современный трактор, примерно так выглядит. Вот, все продемонстрирую. Это вот с электронными джойстиками. А, например, с гидравлическими джойстиками все, в принципе, то же самое, но уже нет такого, например, как настройка джойстиков электронных. То есть там скорость разгона, там подача разных сигналов, такого плана джойстиков. Там такого нет. То есть попроще все получилось. И я думаю, что тебе понадежнее будет. Ну, нафига нам это все сложности? Вот, надо сказать, что за последний год прямо у нас, ну, все мульчера идут недалеко. Ну, в районе Хантамансийского округа, там Ямал-Нецкого работают все, которые мы сделали. И вот последние пять современных мульчеров, они все были в этом году, все в работе. Работали они в основном нефтепромыслы, газопроводы и электроэнергетика, которые под лыпами косили. И, в общем, мы смотрим, почему мы, собственно, и не запускали вот так вот крупносерийные, ну, хотя бы по 10 штук в год, например, мульчера. Надо было откатать систему, понять все-таки, добить их до ума. И вот мы до сих пор эти машины добиваем, так что вот, ну, прям идеально. Вот, за эти вот эти пять машин за год принесли некоторые такие сюрпризы, которые, видать, просто они уже, машины не новые, им уже некоторым по 4, по 5 лет есть, да. Они уже показывают не то, что отваливается сразу, например, а то, что отваливается в течение 5 лет, понятно, да. То есть уже понятно, где надо усиливать. Ну, и вот в силу этого мы сделали самодельные цапфы колес. Ну, самодельные, в смысле, заказали на машиностроительную. Мы раньше и сами делали, ну, когда надо много их, то проще заказать. Заказали цапфы на колеса, заказали ступицы силовые на колеса, потому что бывает, что там раз в два года, но ступица отваливается. Это казусы надо как-то исключить. И вот поэтому мы не торопимся, мы делаем две машины там, ну, максимум, да, две машины в год мульчеры, и больше как бы и пока не хотим. Ну, я думаю, дай бог настроиться, и будем делать побольше. Тем более, сейчас я купил базу, гектар земли там, около 2000 квадратных метров площадей производственных, там, офисы, все такое. Сейчас идет строительство, ремонт там и так далее. Вот там будем уже разворачиваться. Ну, в том числе и простые вездеходы, и мульчеры, и самое главное, что фарвардеры. Значит, на мульчеры спрос есть, не сильно большой, но пару машин в год мы стабильно продаем. Как бы машина очень специфичная с точки зрения, что, ну, не всем такая нужна, потому что, ну, если вот поля там где-то чистить, то есть вот там и трактор годится, зачем там супервездеход. Вот, а вот в нашей местности тут без такой машины просто не получается. Вот, а начал говорить, что пять машин работало, и, в общем, я собирал со всех данные, и получилась такая, вот на мелколесье, это типа, ну, до 7 сантиметров диаметр дерева, да, машина в среднем косит 3,15 гектаров в день, в 10-часовую смену, в 11-часовую смену. То есть, ну, для наших машин, а это самое, а мы, поскольку только одну машину с дизельным двигателем, вот этим ЕМЗ 200-сильным построили, остальные были с перкинсами 135-сильными. Для 135 сил 3 гектара в день, по-моему, это даже много. Ну, в общем, как бы это самое. Но это тоже, какие места, как, то есть, если более-менее ровные поверхности, не шибко сильно заболочено, вот лэпки чистят, в основном лэпки для нефтяников и для энергетиков. Это вот такие вот, ну, самые основные работы. В общем, честно, я доволен. Затрат в день по деньгам, ну, там считали, как бы, полностью все затраты, включая водителя, там зубы какие-то, какие-то поломки, то есть все, ну, в общем, получилось порядка что-то 20-22 тысяч в день на все про все. Это вместе с соляркой, вместе с людьми, ну, это полностью с амортизацией, 22-23 тысячи в день, примерно так. Ну, в принципе, учитывая, что у нас здесь сейчас где-то порядка 55-60 тысяч энергетики дают за гектар, в общем, в день машина выкашивает, ну, в среднем где-то на 150-180 тысяч рублей. В принципе, наверное, нормально. Не понимаю, я давно мульчеры в аренду не сдавал, и как бы мне сейчас это все не владеет ситуацией, насколько это выгодно, удобно и хорошо. Но люди берут, значит, как бы работа идет. Ну, значит, ну, про мульчера вот и все рассказал, приглашаю покататься в январе, значит. А целый год занимались парамархами, у меня появился, ну, как появился, мы с ним давно дружим еще, начиная с первого мульчера, это 2013 год, есть такой замечательный конструктор Егор Козлов из Санкт-Петербурга. И лауреат, как бы, этой, золотой лауреат, золотую медаль получил на выставке в Лебурже, короче, причем российская делегация была отдельная, Егор Козлов был со своим вертолетным роторным двигателем отдельно. Вот, и этот вот уникальный совершенно человек, который, ну, он вообще авиамоторист, да, вот, он вот прибился как-то к нам так вот и, значит, работает у нас, ну, такой уникальный конструктор, на самом деле. Конструктор-изобретатель, у него там куча всяких патентов, человек очень интересный. Он там к нам прибился и как-то последнее место его работы, он 20 лет отработал последних фирмой лесотехника в городе Санкт-Петербург, это лесные машины, фарвардеры-харвестеры. Он их ремонтировал, продавал, покупал там, ну, и так далее, короче, полностью занимался всем этим делом, причем именно техникой. Конечно, один из там буквально пяти самых крупных специалистов в стране по именно лесной технике фарвардеры-харвестеры, ну, в том числе и в экскаваторах разбирается, естественно, все. То есть гидравлик сильный, электронщик сильный, в общем, на все про все. И, грубо говоря, ну, такая, он в гости приезжал где-то год с небольшим назад, с супругой они приезжали, так сказать, дружим. Он говорит, может быть, это самое, фарвардеры, большой, фарвардеры, говорит, плавающие-то фарвардеры нужны, то есть болотоходных фарвардеров-то нету в стране. И вообще, как бы, российских фарвардеров вообще нет в стране, кроме всего прочего. Но, говорит, давай не будем только повторять вот эти машины, нам какой смысл? Мы-то ведь, те люди, кто делают фарвардеры, они идут со стороны трактора, то есть со стороны больших тяжелых машин. А мы-то ведь идем со стороны вездехода, нам трактор-то, так сказать, ну, не очень. И как раз в этом году у нас появились первые колеса, называются они Тром-20, метр семьдесят пять в высоту, восемь сантиметров в ширину, посадочный 38 дюймов размер. Ну, как у трактора МТЗ посадочный, почти в три раза шире МТЗовского. Ну, и, в общем, крупные колеса, и вот на базе этих колес, как, так сказать, решили построить. Ну, что любой пневмоход, ну, в том числе роликовая машина, он начинается от колеса. То есть вот какие колеса, от него можно плясать, чтобы не превышать там удельные давления какие-то на почву и так далее. Ну, и вот, чем дело кончилось, что решили мы первым построить машину крупную для нефтяников. Построили двенадцатиколесную машину, двенадцать колес. То есть видео пришлю, и, значит, машина получилась хорошая. Мы ее умудрились сдать на полгода в наш Сургут нефтегаз на длительную эксплуатацию. Это называется, мы раньше им сдавали транспортные вездеходы, буровые установки, потом они начали это все активно покупать у нас. Ну, сейчас только на три машины, на следующий год подписали машину, может, что потребует. Вот, и это самое. Вот, в общем, мы эту машину сделали, погоняли, посмотрели, испытали и отдали нефтяникам. И вот 1 января выходит срок, мы его забираем обратно. И, в общем, машина показала себя хорошо. Они, наверное, будут такие машины покупать. Единственное, что она вся на гидравлике, то есть она вся гидростатическая. Все двенадцать колес крутятся именно только гидромоторами. Там конкретно два гидромотора, которые крутят все двенадцать колес. Вот таким вот образом сделана машина. Причем там активный прицеп. Прицеп можно отцепить, прицеп можно прицепить. Машина будет либо восьми, либо двенадцатиколесная. У нее кран стоит, и в двенадцатиколесном варианте она держит на плаву семь тонн. Плавать семью тоннами. И вот примерно так же с семью тоннами она может ехать практически по любому болоту. То есть она так вот сделана. Колеса огромные, машина огромная, четырнадцать с половиной метров длиной, три двадцать шириной, три двадцать высотой. В общем, такой крокодил-то здоровенный. И кран стоит на нем лесной. Также ЕМЗ-534-й движок. В общем, и вот тоже кранчик этот немецкий, там фирменный строительство такое. Потом, значит, когда мы на все это дело посмотрели, поняли, что вот для нефтяников, для каких-то вот газовиков, энергетиков эта машина очень хорошая. То есть все время она в нефтегазе чем занималась, она с помощью этой машины строили все лето линии электропередач. Вот шесть киловольт, тридцать пять киловольт, десять киловольт. Вот такие. То есть они летом с этими, ну, с этими, с вышками, с этими, как это назвать, со столбами, они со столбами ездят по болоту, их расставляют, потом натягивают так же провода, этим же краном прям поднимают. Они, получается, на твоем фарвардере столбы возили? Да, и вот на этом фарвардере все лето строили линии. Раньше такого срода никогда не было, всю жизнь строили только зимой, потому что, ну, там по льду протянули, например, там все заколотили, забили. Вот, а зима все теплее и теплее, как бы морозов все меньше и меньше, в общем, проблематика была. И это не проблема, они вот эти фарвардеры решили. Единственное, что сложновато немножко им показалось с гидравликой, и, типа, ребят, сделайте нам лучше такую машину на механике. Ну, то есть механика будет восьмиколесная, а хвост все равно будет гидравлический. Ну, по крайней мере, там гидравлика будет в три раза меньше. Вот. Ну, проблем сделать такую машину нет, наоборот, даже ее легче делать, чем чисто гидравлическую, там сложности хватает. Вот. Но при всем при том, машина проехала порядка 400 моточасов за это время, за эти полгода, показала себя хорошо. Конечно, не без всяких там нюансов, типа, засадили там, засадили там, все-таки машина огромная, и чтобы ее там как-то вытащить, в общем, приходилось использовать там и лебедку мощную, там все такое. Но, надо сказать, что пустая, когда она пустая, она не садится. Вот, когда на нее там тонн шесть, семь, восемь навалит, это кто там считает, да, ложит сколько ложится. Рюкзак большой, то есть… Может быть, и десять, двенадцать, да? Да, ну, мы ее испытывали, эту машину с двенадцать четвертонами, на самом деле, эту машину испытывали. Она, ну, по тяжелому болоту, конечно, не едет, но у нее задача такая, тяжелое болото, в общем-то, тонн пять-шесть она тащит, а больше нет. Вот, поэтому так. И, значит, люди остались довольны, всем все понравилось. Мы сами довольны, это самое, мы ее сейчас заберем, все пересмотрим, посмотрим, где какие слабые места, но надо сказать, что особо каких-то претензий со стороны нефтегаза не было, то есть там фильтры какие-то мы меняли, там еще что-то, ну, такое, техническое обслуживание, такое, чтобы что-то отломалось, один какой-то шланчик у них там на кране потек, вот мы поменяли, собственно, по-моему, и все. Вот. Хорошая машина, интересная, но узкоспециализированная, чисто вот для такой нефтянки. А наш друг Егор Козлов, он не успокаивается, значит, в очередной раз приезжает и говорит, а давайте-ка мы с вами построим фарвардер настоящий для вывозки сортамента из леса. Мы, естественно, дружно соглашаемся, потому что нам это самим гораздо интереснее, чем даже ему. В общем, и построили мы фарвардер двухпогрузочный. Таких в мире не было фарвардеров двухпогрузочных, но именно вот такого типа. То есть мы получили патент, и патент этот класса А, то есть это новшество мировой техники, и теперь все, кто будут такие двухпогрузочные, такого типа фарвардеры строят, они все будут ссылаться на наш патент, о чем это говорит, да? Вот, значит, патент, он сейчас, его уже все оформили, он сейчас где-то по дороге идет ко мне сюда уже, он уже есть. Вот. И машина получилась интересная, то есть кабина с краном прямо по центру машины на тумбе такой силовой, и с двух сторон погрузочной площадки. В одной из лодок спрятан двигатель с гидравликой, ну, собственно, и радиатор стоит. Радиатор от комбайна, кстати. А расскажи, пожалуйста, вот новичкам, которые вообще не соображают, как так вот фарвардер может плыть? Может принцип машины, как она управляется? Она колесами сама себя толкает, или пропеллеры какие-то есть? Вот принцип сам работы. Нет, значит, винтов нет у этой машины, хотя поставить можно, чтобы она плавала, но у фарвардера нет такой дисциплины плавать, это все-таки лесная машина, то есть там это все крупные трактора, то есть надо понимать, что стандартный средний фарвардер, который используется в лесу, например, там, например, будем считать, там, Джон Дир 15-10, например, 14-10. Вот. Эта машина весом, там, 16-17 тонн, везет 12 тонн, 13 тонн, ну, такого типа. То есть они довольно тяжелые, крупные трактора. Проходимость у них, ну, по меркам вездеходов, проходимость у них отвратительная совершенно, поэтому они одевают гусеницы, там, цепи, ну, кто во что гораст. А сделать машину, которая, например, 10 тонн везет, 10 тонн везет, как раньше было, раньше, 80-х, там, 90-х годах, 70-х, фарвардеры такие были. Он 6 тонн везет, 6 тонн везет, 8 тонн везет, 8 тонн везет. Ну, 10-10 тонн. Такие машины, значит, были. А потом начали гнаться за, увезти как можно больше, а, ну, оно там, прогрессия-то не совсем арифметическая получается, и поэтому машины стали очень крупными и тяжелыми. А колеса-то, в принципе, остались прежние, и машина начала делать колею. Но иностранцы, а делают мировые лидеры, это Джон Дир, Понс и Камацу, ну, еще ротно немножко, ну, там, 20-30 машин в год ротно делать, не сильно много. Ну, вот тройка мировых лидеров. Они выпускают довольно много машин, и вот у нас в стране в среднем где-то 800-900 машин новых покупают каждый год. То есть рынок сумасшедший. Ну, чтобы было понятно, фарвардер-харвестер, да, это, ну, как бы парочка. Они стоят, ну, там, миллион евро, например, вот парочка. То есть фарвардер стоит, там, от 40 до 45 миллионов новых. Харвестеры подороже немножко. Вот, ну, в общем, вот так вот. То есть рынок миллиард евро в год новых машин, плюс еще старых столько же продается. Сейчас разрешили трехгодовалые ввозить. А то раньше заградительные пошлины были, что люди не могли везти там до трех лет машины. Ввозили уже хлам. А почему они, например, не делают болотные машины? А дело в том, что они делают их машины для себя. Россия для них не такой уж там супер-пупер-огромный рынок. А у них твердая почва-то. Там, Германия, Австрия. Леш, смотри, они привозят 800 единиц в год, продают в Россию. И для них это еще считается маленький рынок, да? Ну, для чего такое 800 машин? А сколько у них продается, интересно? Ну, вот они все вместе делают, ну, наверное, 5-6 тысяч. Я могу немножко ошибиться, потому что вот я такое слышал, что только Понс делает 3 тысячи машин. А сколько делал Джон Дирка Мацу, тоже мировые лидеры, они много делают так. Обалдеть. Не, ну на весь мир. А что, срок жизни этих машин 25 тысяч моточасов. И причем та же самая тенденция, как у современных автомобилестроителей. То есть машины стараются сделать так, чтобы она была привязана к сервису и не отвязывалась от него. Понимаешь, то есть она вся электронная, вся, вот полностью. Там куча компьютеров, там контроллеров все на коншинах. Случись, не дай бог чего. А это же лес, это же экстремальная, ну, общая тема-то, да? То есть малейшее что-то туда без компьютера к этой машине подойти нельзя. Она просто кусок недвижимого железа. И вот основная была тема. Не просто сделать машину, которая везет две пачки бревен. А почему две пачки-то, собственно говоря? Получается, мы делим вот одну большую пачку, делим пополам. Ну, то есть центр тяжести падает, бревен это тяжелое. То есть центр тяжести низкий получается и равномерная загрузка. Фарвардер стандартный, когда он едет вперед, например, он вот так едет, морда тяжелая. А когда едет груженый, он едет вот так. И постоянно делает колею. Так делает, так колею. Так у нас вот идея была сделать ее без электроники и из российских комплектующих. То есть из российских комплектующих. И вот у нашей машины получилось где-то процентов, ну, от 90-95 у нас российские комплектующие. Импортозамещение. Импортозамещение, да. И самое главное, что там, как правильно сказать, мы постарались не делать электронные джойстики, не надо. Управление краном электронным, через электронные электропропорциональные распределители не надо. В общем, ничего не надо, понимаешь? То есть, вот все убрать, убрать, убрать и сделать вот такое, как экскаватор. Вот экскаватор, он весь на гидравлический джойстик, но это никому не мешает. Ну, едет и едет. И самое главное, он не сильно ломается. Так и тут. У него контроллер стоит, который собирает всю информацию с двигателя, с датчиков, все-всего. И высвечивает на экран. Он чисто показывает что-то такое. Но он не вмешивается в систему управления машиной, от слова совсем. То есть, если что-то сломалось, то смотришь, где потек какой шланг. Шланг меняешь, и машина едет дальше. То есть, если вырубится весь контроллер, весь компьютер, там все умеется, что-то показывает, да. Он все равно будет ехать, он весь на механике, у него включение всех вентиляторов, например, для охлаждения. Это все сделано именно от обычных простых аналоговых датчиков и не зависит от контроллера. Вот так сделано все. То есть, она как обычная машина, по сути дела. То есть, без наворотов такой, как обычный российский грузовик. И радость такая, например, там, ступица от КамАЗа, ЦАПа от КамАЗа, ГАЗ-66 мост, ГАЗ-66 раздатка, тормоза КамАЗовские, двигатель ЕМЗ-534, гидравлика ПСМ. Ну, то есть, она совсем-совсем. Но поставили кран сейчас новочеркасский, Армада называется. Ну, кран такой, конечно, ну, не фирменный, да. Вот мы сейчас будем покупать все-таки фирменный кран и будем ставить фирменный кран, то есть месера либо кесла. И кабину тоже сейчас заказали, посмотреть кабины прямо-таки хорошие, из Кесла тоже фирма, это финская. Прямо целиком готовая кабина, они получаются не такие уж дорогие, но на край случай можем, потому что мы как-то ее там потом со временем скопировать, если надо. Нет, так и сами свою кабину придумаем. Ну, просто то, что кабину мы поставили сейчас, это от белорусского автокрана. Она пластиковая, пластиковая в лесу не пойдет. Ну, для концепт-кара пойдет, по-хорошему-то нет, конечно, поубиваются люди, так нельзя. Вот, то есть мы эту кабину тоже поменяем, все откатаем машину, потом будем кабину на алюминиевый менять, то есть там со всеми мерами, там, чтобы она крепкая была, короче, чтобы она бревно держала, там, лексановые стекла и так далее, и так далее. В общем, это все такое, это все обеззаловка в лесу, потому что там убиться очень быстро. Вот, все-таки экстремальная ситуация. Вот машина получилась, чем вот эта фарварда, ну, это у нас, она совсем только не так давно выехала, буквально 100 моточасов наездила, она у нас такая на языке, постоянно работает. Постоянно за ней смотрим, то есть, грубо говоря, на испытательном полигоне положили там 13 тонн дров, бревен, и, значит, вот ребята у меня тренируются, то есть грузят, делают 2-3 километра круг, разгружают, опять загружают, опять 2-3 километра круг, опять вот так вот. То есть, и вот так вот целыми днями, уже недели, 2-3, катают, катают ресурс, катаем ресурс, что-то где-то отваливается, заезжаем прямо так же, есть бокс теплый, что-то ремонтируем, смотрим, где-то исправляем, опять на улицу. В общем, веселуха у нас там полным ходом идет. Что добивались с этой машины, кроме того, что сделать ее из российских запчастей, потому что импортные запчасти не просто дорого, а там какие-то, как товарищ один называет, космонавты, цены космические берут они из космоса, в общем, примерно так, то есть очень дорого. И самое главное, вроде бы тот же самый электроклапан, но у него написано своя, там, Джон Дир какой-то, да, и никакой другой общий потребитель не подходит, не поставить. А этот стоит, например, общий потребитель, там, 15 тысяч рублей, а это 80. Ну, примерно вот такой разрыв цен. Совершенно фантастические суммы, и люди, в общем, ну, плачут от этого, конечно, мало того, что машины жутки дорогие, еще и обслуживание жутко дорого, и запчасти не вменяемые. Но рынок прибыльный, как бы, имеется в виду, лесной рынок прибыльный, и там деньги есть, поэтому люди мирятся. Ну, собственно, потому что других машин нет. А мы-то чего добивались? Значит, во-первых, убрать удельное давление. Вот, в общем, у нас удельное давление на почву у машины, вооруженной 10 тоннами, меньше ровно в три раза, чем у аналогичной по грузоподъемности машины, типа, например, там, Джон Дир или Камацу или какой-то, в три раза. То есть они там, все Европы за 10% подпрыгивать будут 18 раз без перерыва, понимаешь, а тут сразу 300%. То есть они даже не могут, даже понять не могут, как это так бывает, в общем, да, ну, то есть оказывается, так бывает. Ну, потому что у нас, мы смежные совсем с другой стороны области пришли в эту тему. Вот, значит, колеса пневматики сверхнизкого давления тоже сроду никто не ставил на лесную технику. Мы поставили. Что с этого получится, пока непонятно. То есть мы пока катаем ресурс. И будем катать его до мая месяца ресурс. То есть мы поедем на Делянку, в настоящий Леспромхоз, и будем там эту машину убивать до тех пор, пока не убьем. Только потом начнем что-то делать. Либо, например, колеса окажутся слабыми. Ну, пока на внешний вид, наверное, окажутся колеса слабыми. Наверное. А может быть и нет. Не пробовали по пенькам ездить? Интересно, как прокалываться будут они? Нет, не прокалываются колеса. У них, как у любого пневматика, очень маленькое внутреннее давление. Ну, чтобы было понятно, пустая машина ездит на давлении 0,2 атмосферы, 0,2. То есть в 20 раз меньше, чем в твоем джипе. Понимаешь, да? А груженая машина ездит на давлении 0,35 атмосферы. То есть, чтобы порвать, помять, проколоть такое колесо, ну, ему надо наехать на специально там организованный гвоздь. Потому что все эти пеньки, все остальное он просто вот так облегает. Колесо очень мягкое, оно не колется. Когда маленькое внутреннее давление, очень тяжело проколоть. Ну, это надо просто в этой теме, так сказать, быть. Тем более, у нас не совсем понимать, что он такой, как тряпка, ничего подобного. У него, оно все-таки колесо в силу своей специфики. У нас же роликовый привод стоит, да? Роликовый привод делает так, что колесо – это часть трансмиссии. То есть колесо – это шестерня от трансмиссии. Ну, наружный редуктор – смазка грязью, короче. Вот. Получается, что? Во-первых, роликовый привод всегда чистит протектор. Это очень удобно, потому что замыливание в лесу, там вот по грязи, поэтому все замыливается протектор, а у нас он как бы постоянно чистый. Это как бы такой интересный момент тоже. Вот. И вот единственное, что про колеса. То есть если с колесами что-то будет не так, но это же колеса мои, пресс-форма моя на заводе, у нас в России здесь расположена. Я просто дам команду, вместо там восьми слоев этого корда положат там двенадцать, шестнадцать слоев. Утолщим колеса, они все равно останутся пневматиками сверхнизкого давления. Они просто станут чуть потолще и помощнее. Ну, то есть этот вопрос мы исправим, и это не проблема. Сколько он будет стоить на продажу? Фарвардер? Ну, где-то 20-25 миллионов примерно. Ну, с учетом, что импортный такого класса стоит сороковник. Ясно. В два раза. Ну да, в два раза. Но при этом у него в три раза меньше удельное давление, примерно так же раза в три-четыре лучше проходимость, естественно. Чудес не бывает. У него равномерная загрузка, нагрузка. То есть он не делает колей. Он может работать на грунтах третьей категории. Это, грубо говоря, такие слабо заболоченные места. А такого леса по, так сказать, есть такой Федор Свойкин, знаменитый человек в лесной науке, как бы, в лесной науке. Работает преподавателем в Лесотехническом институте Питере. Значит, кандидат лесоводческих наук. Вот он делал, так сказать, диссертацию, когда писал. То вот по северо-западу, да, там, в Питерской области, грубо говоря, насчитали 40% леса недоступного для стандартной техники. То есть 40% леса не пилится, потому что там техника никакая не идет, даже зимой. А наша техника из этих вот 40%, процентов 30% может забрать. То есть останется только 10 недоступных. Это очень круто, понимаешь, да? То есть у нас конкурентов-то по сути-то нет. То есть рынок вот этот болотоходных фарвардеров, он не сформирован. Его нет, он отсутствует, как понятия. При этом, чем машина хорошая? Ну, во-первых, запчасти недорогие относительно. Отремонтировать мужики в большинстве случаев смогут сами. То есть человек, который с азами гидравлики знакомый, там, что-то как-то с камазом, там, с газоном возился, он машину отремонтирует. Она очень простая. То есть это не самолет, понимаешь, да? И человек, покупая такую машину, он понимает, что у него становится меньше недоступных мест. То есть он может наравне с простыми фарвардерами работать зимой, когда все везде замерзло. То есть он работает, работает, работает. Но пришла весна, те фарвардеры все повставали. Это как продолжало работать. Так и продолжает. Ему все равно. Потому что это все-таки болотоход. Ну да, он повезет, пускай не 10 тонн, а там 8 тонн или 6 тонн. Но когда в лесу там 15-20 тысяч кубов пропадает, например, да, такое бывает. То есть напилить-то напилили, а вывести не успели. Весна бабахнула, и все. Этот плохо-неплохо за 2-3 месяца он срок все повытостил. Я вижу плюс. Смотри, по этой машине мы, значит, допустим, заходим на объект, делаем высоковольтную линию, и мы зимой прям спешим. Мы спешим. Мы знаем, что весной, если мы сейчас сделаем расширение линии электропередач и не уберем до весны бревна, не заштабилируем, не сдадим в Росимущество на баланс, мы попали. Мы не успели сдать, не выполнили работу, не справились со своими обязательствами. А тут получается у тебя весной фарвардер, он не останавливает, начинает, продолжает работу. Соответственно, в рынке это сейчас получается революция. Ну, да, это революция самостоящая. Экономика, ну, это повлияет на экономику, то есть это как бы на всех повлияет. Да, ну, надо сказать, что тут меня, это самое, тут еще один такой момент интересный, вот эти две погрузочных площадки, все так, ой, ну, а что так, ну, оказывается, типа, а что так можно было, что ли? Оказывается, во-первых, можно, а во-вторых, это очень удобно. Почему? Потому что вот на делянке лежит там 5-6-7 сортаментов разных, то есть 3 метра ель, 4 метра там береза, 5 метров там какой-нибудь осина, 6 метров там пиловочник, вот такого плана. И если ты их в перемешку наложишь, то ты потом на штабеле замаешься их перекладывать, они все, конечно, лежат в своем штабеле, понимаешь, да? А на делянке они лежат все вместе, потому что деревья как росли, ну уж так росли. Эта машина едет, она берет сразу два сортамента, то есть вот на одну лодку грузим, грузим, на одну часть грузим, 4-метровую, например, фанкряж, там береза, на другую ложим там 6-метровую там пиловочник, сосновую, например, да? И тащим два сортамента. И машина к одному штабеле подъехала, разгрузилась березой, другой раз подъехала, разгрузилась. То есть получается очень удобно перекладывать это все, то есть сортировать очень удобно, намного быстрее получается. Это кроме всех остальных плюсов. То есть кроме того, что машина устойчивая на косогорах, у нее низкий центр тяжести получилась, машина шире всех существующих фарвардеров, максимум, самый крупный фарвардер, например, John Deere 1910 или Ponce Elephant, они шириной 3,10, наша машина 3,20. Это с точки зрения кренов. Потом, значит, самая длинная машина тоже что-то типа Ponce Elephant, она там длиной 10,5 метров, наша 11,100, то есть на 60 сантиметров длиннее, ну, потому как. Но при этом тот же Ponce Elephant везет, например, 6-метровый ассортамент, да? А наша машина везет 6 метров и 5 метров, например, да? То есть у нас или 6 метров, 4 метра, или 5 метров, 4 метров. Не было такой идеи сделать универсальную, вообще полностью универсальную машину. Смотри, какая мысль есть. Значит, Харвестер, Харвестерную головку цепляем, допустим, вот я как вижу для себя, для расширения линии электропередач. То есть твой фарвардер едет, ставим вместо клещней Харвестерную головку, напиливает, Харвестерную головку меняем, становится фарвардером. Слушай, эти вещи очень известны в лесном мире, их полным-полно всяких разных, называется, как он, Дуал, что ли? Ну, и, короче, две в одном, да? И называется, нет, называется Харвардер. Вещи известны, те фирмы, которые не вот такие, ну, монстры, так сказать, лидеры вот этого лесного строения, да, типа Понска, Мацу и прочее, вот. Они такие машины, ну, пытались, ну, не то, что они делали экспериментально, но они не прижились, потому что для крупных, сплошных рубок, да, для больших лесозаготовок получается невыгодно, неудобно. А вот маленькие фирмы, которые делают там 5, 10, 15 штук в год, например, у них вот это очень распространенная вещь, очень распространенная, потому что какой-нибудь фермер там купил там в складчину с двумя еще фермерами, и вот они, значит, напилил там себе, погрузил, потом привез там и прямо делал целый видеофильм на Ютубе, значит, как он сам себя разувает, сам себя переобувает, то есть там полчаса и машина из фарвардера превратилась в хорвестер. На самом деле, ничего хорошего, все узкоспециализированное, гораздо более экономически выгодно, то есть вот эти все движухи, они такие, ну, если делать машину, например, для, как правильно сказать, для работы в лесу, то проще взять с собой ручников несколько человек, да, там, например, 4 человека, 2 пилы, грубо говоря, да, вот они навалят лес примерно столько, чтобы как раз вот этому фарвардеру спокойно потом утащить, то есть не напрягаясь, то есть хорвестер – это не безаловка, на самом деле, так-то, ну, когда нет сплошных рубок, когда у тебя расширение идет, когда сплошные рубки, конечно, там вариантов нет, а когда у тебя такие небольшие задачи, это гораздо проще ручниками обойтись, получается намного дешевле раз, а, во-вторых, хорвестер – это очень своеобразная машина, то есть мы к этому моменту сейчас готовимся, мало того, что мы свою эту голову хорвестерную придумали, вот систему измерения свое придумали, но это надо все воплощать, сейчас идет там патентование, то, сё, ну, в общем, там будет такое, что лесной мир-то, ну, этих, мир лесной техники – значит, она будет, да, она будет, ну, может быть, не через год, а через два, вот, очень много болячек в этих машинах, в стандартных вот этих импортных фарвардерах, хорвестерах, ну, люди, кто признает все это болячка, кто-то не признает, просто потому, что он все время работает на новой машине, а через три года ему, грубо говоря, дают новую, там, покупает новую, а эту отдает, вот, блядчики начинаются через три года, пока она на гарантии, пока-то все, они терпеливые машины, они терпеливые, то есть крепкие, конечно, что говорить, отработанные, еще 50 лет фарвардеры делают на Западе, да, то есть, а мы-то ни хрена, трилючники и те, все-таки, без окон, без дверей, что называется, вот, ну, время пришло, так сказать, умыть пиндосов, мы этим занимаемся усердно. Кто-то не понимает, кто такие пиндосы. Пиндосы – это американцы, и прочие, и прочие натовцы, короче, ну, это такая шутка у нас, вот. Вот, хотим, короче, сделать и Харвестер, вот. Вообще, видишь, какая штука, более широко универсальная техника получается, что Харвестер вот этот плавающий, фарвардер плавающий, да, наш, что мульчер наш плавающий, то есть, он может работать, как простой мульчер, а может, например, работать на обводненных грунтах, а может работать вообще на откровенном болоте, вот, и выполнять такую работу, которую никто не может выполнить, ну, например, у нас добрый Сургутнефтегаз, у него есть такое подразделение, УФСИНК называется, вот, в его ведении больше трех тысяч километров газопроводов, чтобы было понятно, вот. И все эти три тысячи километров, начиная там с девяностого года, никто не косил. Там такие баобавы стоят, ну, не знаю, там уже на Харвестере ехать надо, уже не на мульчере, понимаешь, да? Вот, и это все обволовки, причем действующий газопровод. Ну, ты не можешь на гусеничном, либо на тяжелом колесном тракторе заехать на действующий газопровод. Ну, во-первых, никто не даст, а во-вторых, ну, просто рискованно, там можно остаться, и трактор не найдет. Одни сапоги только пролетят от водителя, и все. Вот. А на этом, на нашем, да, пожалуйста, хоть с утра до ночи коси, никаких проблем. У него давление на почву, как у человека, все равно совершенно, то есть он будет косить и работать. Рано или поздно придет время, когда они прибегут, то есть они уже брали у нас машину, пробовали, им понравилось. Кстати, мы им за день выкосили, там, километра два, наверное, этих, этого газопровода в тех местах, где никак недоступно было, а на конце, то есть они говорят, вот от дороги, и вот там, там будет такая оградочка такая, и там кран стоит, значит, вот газовый. Вот, мы докосили оттуда, из дороги стало этот кран видно. То был лес стоял, да, то есть действующий газопровод, лес стоял, а сейчас раз, и эту штуку видно. Я на следующий день поехал посмотреть, что там ребята наделали, приезжаю, смотрю, за ночь, все покрасили, все оградки, все зажжало, я стоял, такому было не надо, а там все красиво, все блестит. Ну вот, то есть все равно они никуда не денутся, и такие машины, они очень нужны. Ну вот, ты же тоже ездил на болотистые места, там где-то, да, вот работать. Ты представляешь, насколько бы удобно было, если бы у тебя был эмульчер болотоходный, и фарвардер, который все это перетаскивает. Мужики пилами напилили, почистили, ты эти бревна фарвардером перетащил, кучки сложил, и таскай, хоть затаскайся, зима, лето, весна, да, ему пофиг, речка, да, он переплыл, но все равно. Также эмульчер, он остатки почистил, там эти обрезки, огрызки все вычистили, красота. То есть машина более универсальная, то есть у него больше возможностей. Ну, есть какие-то ограничения, например, там очень сложно поставить на эмульчер двигатель, там, 500 лошадиных сил, так, ну, почти нереально, да, но вот, например, 300 лошадиных сил можно поставить, 300 лошадиных сил машина будет косить, как сумасшедшая. Так, ради интереса, вот мы, самую такую крупную работу, которую мне пришлось пока, вот мы мульчеры откатывали, доводили до ума, вот мы Тобольский аэропорт весь строили, строили новый Тобольский аэропорт, буквально несколько лет назад, и мы полностью весь Тобольский аэропорт выкосили. Там не шли импортные мульчеры, был PrimeTouch 300-й, и парочка этих вот Harvester, Harvester, они хотели, ну, мы хотели ими там покосить. В общем, не та техника, не та техника на это болотистое место не зашла, а наш мульчер, ну, там, как по асфальту катался и, в общем, все покосило. Следующий выпуск, я приезжаю к тебе на производство, мы делаем тест-драйв нескольких автомобилей, делаем подробный обзор, это будет несколько серий, вот, ну, как-то так, ну, и, конечно же, мы утрем нос американцам. Да, да, обязательно. Как-то так. Я думаю, в принципе, достаточно, больше рассказывать не нужно, потому что мы оставим информацию на следующие серии.